Маленькие квадраты пририсовываем в следующем область. Вот один так, и при помощи поворота на 90 градусов. Четыре одинаковых. Советую на клетчатой бумаге взять отдельную страницу. В качестве А возьмите, скажем, пять клеток, в качестве Б возьмите две клетки. Ну и не так важно, но какие-то разумные, не очень большие числа. Сколько 5? Например, 5,2. Тогда картинка будет не большая и не маленькая. Центральный квадрат размером 5 на 5, а вот этот размером 2 на 2. Ну или, не знаю, кто хочет 7 и 3. Но тогда картинка будет слишком большая. А вот дальше смотрите, что мы делаем. Ребята, очень важно. Эта конструкция продолжается, что называется, до бесконечности. Таким образом, всю плоскость можно в один слой покрыть квадратами двух размеров. Причем, забавная вещь, вокруг каждого маленького будут четыре больших и у каждого большого будут четыре маленьких. Ну, большие с большими тоже имеют общие точки. Важно, чтобы все увидели, как эти маленькие квадраты, да и большие, впрочем тоже, но на маленьких это особенно видно, как они располагаются. Господа, теперь любуемся и осознаем, что правда вся плоскость покрыта. Согласны? Да. Да. Теперь Коля берет цветной мел и рисует разбиение на квадраты, что называется, косые. Вот смотрите. Увидели такой квадрат? Угу. Да. И можно дальше продолжить. И еще дальше. На компьютере это нарисовать было бы быстрее, проще и красивее получилось бы. Это правда. Опять-таки, вся плоскость покрыта этими квадратами. Но вот эти синие повернутые квадраты, они со стороной корень из А квадрат плюс Б квадрат. А теперь все просто. Надо выбрать какой-нибудь из этих синих квадратов. Тебе больше нравится? Ну, давай. Его вершины, что называется, жирно обозначь. Так, увидели? Вот Коля захотел работать с этим синим квадратом. Надо выбрать какой-нибудь большой, какой-нибудь маленький. Так, и вот этот. Замечательно. И вот теперь надо понять, как разрезать и на сколько частей, и как их передвигать, чтобы получился один квадрат из двух других. Вот эта часть просто останется на месте. Так, вторая часть передвинется туда. Отлично. Это третья и третья штрих. Четвертая и четвертая штрих. А это остается на месте. Пятая поставь. Есть такая выносная штучка. Не обязательно туда ставить пятерку. Да. Эта пятая часть, она остается на месте. Ребята, всего пять частей. Любое натуральное число можно представить в виде 1 в квадрате, плюс 1 в квадрате, плюс 1 в квадрате и так далее. Поэтому, если угодно, можно начать с квадратика размером 1 на 1. И потом вот такой конструкции все время прибавлять по единичке. Конечно, есть и способы более быстрые. Например, есть такая замечательная теорема Лагранжа о том, что любое число представимо в виде суммы 4 квадратов целых чисел. Смотрите, если у вас есть а квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат плюс d квадрат, вы можете сделать так. Вы можете, как мы уже делали, сделать сначала а квадрат плюс b квадрат и на другом чертеже сделать c квадрат плюс d квадрат. И потом объединить вот так, как сейчас.